Доброго времени суток, уважаемые любители кофе! Приветствую вас на канале Кофеварка! Мы продолжаем тестирование капсульной кофемашины Nespresso DeLonghi. Сегодня вашему вниманию представляется продолжение тестирования кофе Lovato Cremai E-Gusta, производитель Италия, степень обжарки 8. Мы провели тестирование этого сорта кофе в капсульной кофемашине Nespresso DeLonghi. Капучино мы готовили, кофе мы готовили капсулу Алиэкспресс, она получилась, я считаю, что слабо насыщена, но вкус кофе, тем не менее, передался. И в отличие от других сортов, которые мы готовили в капсуле Алиэкспресс, в данном случае могу сказать, что вполне можно почувствовать вкус. Сейчас мы имеем возможность сравнить, как себя поведет этот же кофе капучино в капсуле пластиковой. Еще раз повторюсь, я говорю, что вот прошлое сорт кофе Lovato Cremai E-Gusta мы тестировали в оригинальной капсуле Nespresso. Вот, и кофе, эспрессо назывался сорт кофе Lovato Cremai E-Gusta. Приготовился хорошо, но большой объем жидкости не попал, не прошел через капсулу, и приемник вот этой непрошедшей жидкости был очень полон. Это у нас, ну, меня лично это огорчило. Итак, мы видим с вами, что у нас в данном случае тоже объем в этой капсуле прошел меньше. Мы дольем, ну, чтобы сравнивать одинаковые объемы. Вот, но пена здесь хорошо себя показала, то есть объем пены такой же. Вот, то есть, и так что мы можем сразу сделать сравнение с капсулой Lovato Cremai E-Gusta? Объем прошел несколько меньше. Вот, значит у нас в том приемнике будет больше объем. Но сравним с предыдущим сортом кофе, эспрессо который. Да, вкус более горький, то есть горечи больше появилось. Но, знаете, вот эта пенка такая кремовая, прям вот как крем такой, как бы не знаю даже как сравнить это. Такая маслянистая пенка вот такая. Ну, хорошо. То есть сравнение с капсулой Aliexpress, вот здесь все-таки как-то поинтересней. Ну, пенка в смысле поинтересней. Давайте молочка добавим примерно столько же, чтобы сравнение было, ну, как бы одинаковое. Там у нас пены, в том случае получилось молоко как пена прям получилось. То есть здесь вот оно меньше. Ну, это вот, еще раз говорю уже, неоднократно я об этом говорил, что вот есть проблема, зависит от того, какое молоко. В данном случае это местный производитель молока. Но вот есть такая вот вещь, не совсем приятная. Я говорю, как разные смены, что ли. Хотя вот сверху, знаете, смотрится, ну, я так не смогу показать, наклонить. Сверху красиво смотрится, прямо как. Когда капучино делают, получается вот такие рисуночки. Вот сейчас сверху смотрится, как рисуночек такой, какой-то фляксы красивый, как розочка. Вот. Но молоко, бывает пена прям, прям вот это. Одно и то же молоко, где-то пена, где-то не пойми что. Я всегда смеюсь по этому поводу, говорю, что сегодня та смена, которая не доливает, не докладывает что-то. Ну, видимо так, как еще можно сказать. Если в одной смене жирное молоко, а на упаковке то же самое написано. А в любую не жирное. Вот. Ну, это реалии нашей России, да, все же понимают, что один и тот же сорт может по-разному выглядеть. Итак, смотрим. Вот так пробилась она. Фольга 10 микрон. Ну, сзади она никак не меняется. Это пластиковая. Еще раз повторюсь, мне очень нравятся эти пластиковые капсулы. Как они готовятся. Просто вот, мне кажется, идеально подходит. Их заправлять удобно. Они не гнутся, как бы, в отличие от алюминиевых, что их выравнивать надо. Эти не надо ничего ровнять. В общем, я рекомендую пластиковые. Вот именно такого типа. Итак, смотрим объем. Во-первых, видите, он окрашен в цвет кофе. И достаточно такой. Ну, объем эспрессо, да, скажем, вот прямо. Сколько не прошло. Объем эспрессо вот столько вернулось назад. То есть это вот, ну, как бы, неприятный момент такой. Или, скажем, малоприятный. Неприятный-то он был бы, если бы у нас утонуло бы тут что-то. Так малоприятен. Итак, ну, в целом, я могу вам сказать, что... Да, кстати, вот я хотел сравнить с вашего поздравления. Сравню с капучино, как с алиэкспрессом капсулы. Ну, вы знаете, какой-то глобальной разницы, прямо что вот, прям сильно-сильно отличается, я не заметил. Вот с алиэкспрессом капсулы алиэкспресс. А там давление, и вот эта пара сильнее ее обрабатывает, как эти... кофе, по-моему. И поэтому вот насыщенность получается выше, но вот какая-то часть жидкости не попала. В алиэкспрессе же, получается, сам объем жидкости больше проходил, и, ну, видимо, воздействия хватило ему именно вот этого сорта, что вкус похожий. Вот, если бы из двух стаканов пить, то, конечно, можно было бы сравнить. Ну, в целом, я еще раз вам хочу донести свою мысль, что капсулы алиэкспресс, я не рекомендую их использовать в повседневной жизни. С той, по той причине, что я считаю, что вы недостаточно... То есть, вы заплатили за кофе, да, а пьете его сильно разбавленный, да, как бы, недоготовленный. И зачем вам покупать тогда такой хороший кофе, такой, да, чтобы из него делать кофейный напиток, а не кофе. Поэтому все-таки я не рекомендую их к использованию, вот, а лучше вот такие капсулы использовать. Еще раз повторяю, вы можете долить до нужного вам объема всегда, если даже меньше прошло. Вот, ну, в большинстве случаев готовится хорошо, и вот это кофе тоже. Еще раз хочу сказать, что из тех, вот мы три сорта сами протестировали кофе ловаться, это ловаться роса, 4 ловаться ора, ловаться эспрессо, и вот последний, сейчас четвертый сорт, это крема эгусто. Это те, которые мы заправляли сами. Плюс еще кофе ловаться в капсулах, которых я покупал. Оно мне все, честно скажу, вам понравилось. Вот, ну, наибольше мне все-таки, больше всех из этих четырех сортов, которые мы сами заправляем, понравился ловаться роса. Вот, больше всего понравилось. И, как бы, ну, вообще, сейчас у меня в ходу три вот этих сорта, то есть, роса, крема эгусто и эспрессо. Вот, они у меня в разных пачках лежат, и я их, ну, по очереди, там, сегодня одну, там, завтра другую, а иногда утром одну, в обед другую, то есть, вот, тусую. И, как бы, доволен, прям вот они мне нравятся. По сравнению с сортами Жордина, вот, которую мы разные пробовали, да, ну, как-то, вот, сейчас Жордин Эклер у меня еще в ходу, тоже неплохой сорт. Но, как бы, в Жордине Breakfast Blend мне больше всех понравился. И вот ловаться он приятнее. Поэтому, те, кто смотрели наши, наше видео, все-таки рекомендую я вам ловаться, то есть, если не хотите глубоких экспериментов. Итак, уважаемые любители кофе, на этом наше тестирование окончено. Могу вам порекомендовать этот сорт кофе для повседневного использования. Оно вас не разочарует. Вот, ждите новое видео, тесты других сортов кофе и оригинальных капсул. Вот, всего доброго, до новых встреч.